Небольшой рум-тур-место. Хотел снять рум-тур, но отрубило свет. Заказали кофе в нашем отеле. Называется он Дитерн. Его я 100% рекомендую. Посмотрите на обстановку. И само кофе просто с сольным молоком, кучина. В общем, все как надо. Давай попробуем. Да, отлично. Все, мы покидаем этот замечательный город. Едем сейчас на автобус. Дальше с автобуса перепрыгиваем на другой автобус. Приезжаем в Джайпур, я там что-то забронировал. И пойдем гулять, смотреть. Вот так выглядит местный холос. И, собственно, все, что вокруг него. Так, продолжаем наше путешествие. Мы на вокзале в Аджмире. Тут, как обычно, бешеный хаос. Идем искать кассу на Джайпур. Касса – это вот, видите, вот такие маленькие будочки. А тут покупаешь билеты. Я просто сейчас буду смотреть ту кассу, на которой мы останавливались в прошлый раз. Но сейчас спрошу, где они здесь, и все. Ребятки, да, совет, если собираетесь ехать в Индию, посмотрите, когда там лето. Потому что… Какие температуры вообще в это время? Да, потому что на Гоах, в принципе, было более-менее норм, но конец сезона. А здесь, в Центральной Индии, тут 38 градусов. Влажность где-то 17-15%. Пить хочется постоянно. Обтекаешь просто как мудак какой-то. Если на север ехать, то да, нормально, без проблем. Там в Манале куда-нибудь, в Шимлу. Там хорошо, в горах. Но Центральная Индия, ну, это вообще перебор. Короче, мораль. Даже если вы были в стране, но возвращайтесь еще раз, проверяйте именно в это время, какие температуры. Да, просто… То, что может быть, что вы в ад едете. Да, это просто лютый ад. Мы, кстати, купили автобус. Преимущество того, что я взял в кассе, на женский билет скидка 30%. А я думаю, почему у меня в прошлый раз была скидка? Это, походу, на твой билет была скидка. Короче, в общем, на государственных автобусах для женщин скидка 30%. Мужчины 142, женщины 105 получилось, что ли. Так что выгодная тема. Кстати, в этот раз автобус более прикольный, более удобный. Сиденья отодвигаются назад, более комфортный, меньше рядов. Но про билеты я уже говорил. Сам автобус вот такой. Мой имя Ирфан. Ирфан. Да, приятно познакомиться. Это как Иван, Иван, в России. Ирфан. Да. Мой девушка имя Ника. Ника. Она живет в Сент-Петербурге. Ооо. Взяли себе Док-Тук за соточку. Сейчас поедем в отель. Да, я знаю. Русские люди делают так. Они делают память. Да, это не память, это для моего YouTube-чанала. Не забывайте, что с центрального вокзала сюда можно уехать, хорошенько поторговавшись. Что мы и сделали. Сбив цену в дворе. И можно было еще больше. Заселились немного далековато от центра. Но с другой стороны всегда есть транспорт. Зато я надеюсь будет потише. Итак, мы в Джайпуре. Место, конечно, в котором мы остановились. Я покажу номер. Очень веселое. Но начнем мы с чего? Начнем мы вот с этой офигенской тачки. Просто великолепно. Очень красивая машина. Пока я жду, пока у меня появится интернет. Сейчас пойдем в ресторан. В ресторан индийской кухни, который все рекомендуют как очень-очень хороший. Даже индийцы. Даже индийцы. И итальянцы, которые знают. Даже итальянцы, да. Поэтому сейчас вот так вот будет лучше. Вместо того, чтобы есть, хотя мы не ели весь день, мы стоим и записываем. Да. И еще, ко всему прочему, пропал интернет, поэтому я не знаю, куда идти. Жду. Итак, вот он ресторан. Называется Chicken and Curry. Да? Нет, называется он Кебаб and Curry. Такое достаточно лакшери место оказалось. Вот мы тут в галлоке засели. В принципе, цены, ну так. Можно и бапер по нервной смене разрядным. Да. Короче, будем пробовать. Сейчас все покажу. Меню такое достаточно лакшери. Классное. Ну первое место в Индии, наверное, такое лакшери. Да, да, да. Ну, наверное, потестируем сегодня это место. Наэкономили на этих, на автобусах, так что можно посмотреть, что как. Итак, вот он наш обед. Это у нас курица в соусе. Матка называется, матка Chicken. Это креветочки. Лис. Все очень четко выглядит, красиво. И затем подаются соусы. Давайте пробовать. Начнем с курицы. Прикольно очень. Специи так прикольно сделаны. Остро. Но в меру. Это соленье. Да, соленье. Попробуем. Надо было брать тандыри отдельно. Вот это чизгарлик нан. Давайте пробовать креветки. Креветки офигенные просто. На гриле. Вот к ним зеленый соус. Зеленый соус такой свежий. Не знаю, с чем это, но очень свежо. Белый соус. Сейчас попробую еще. Вот белый соус. Белый соус, скорее всего, у нас на реку, да? Да, мне даже зеленый больше нравится. Очень вкусные креветки просто. Я даже думаю, что они сделали их вкуснее, чем на пляже, да. Будете в Джайпуре обязательно попробовать. Называется Кебаб и Карри заведение. Но ценник такой весомый, да. Не индийский. Мы сейчас с нами где-то на полтора сна сидели. Джайпур известен своей архитектурой. Кучей шума, пробками, грязью. И огромнейшей кучей достопримечательностей. Весь центр города сделан в таком коричневом стиле. И также здесь огромное количество просто маленьких-маленьких магазинчиков в центре, где можно прикупить вообще, вообще все, что вам нужно, все, что угодно. Ну и, да, и даже то, что не нужно. И при этом можно хорошенько поторговаться. Вот ткани, например. Какие-то пизделушки в огромных количествах. Еще что-то. В общем, полно всего. И, что самое интересное, вот здание. Вот оно, прямо перед нами. Называется Дворец Ветров. Вот, можно, внутрь можно недорого зайти с экскурсией. Даже вот на вот те сверхние башенки подняться. Я там был. Ну, по сравнению, конечно, с Удайпурским дворцом, тут меньше чего-то интересного. И, в принципе, обязательно, обязательно рекомендую к тому, чтобы зайти и посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok